Можно уточнение вопроса, о котором вы только что говорили. Несмотря на все ваши попытки объединить облсовет, сделать его монолитным, мы все равно просматриваем некоторые противоречия, в большей мере, скорее всего, на политической основе. Вот в последнее время очень часто звучат заявления со стороны оппозиционной партии о том, что пока они не укажут на проблему, власть, я беру власть в общем, власть ее не решает. В чем проблема? Неужели нужно каждый раз показывать на проблему? Или, возможно, мы о чем-то не знаем или что-то не видим? Если не трудно, прокомментируйте и отреагируйте на подобные заявления оппозиции. Проблема в том, что у власти нету пиар-манишка, чтобы 24 часа в сутки рассказывать о своей работе или о том, какие проблемы они решают. То, что касается поднимаемых проблем, как вы сказали, оппозиции, я еще раз хотел бы, я выражу свое личное мнение, подчеркиваю. Мне кажется, здесь нет понятия оппозиции или оппозиции. Если есть проблема в том или ином регионе, я же, как мы вначале говорили, за карьерами, да? Потому что, когда идут обращения по карьерам, я же не смотрю на кто, ну, ЗМИ, это, не знаю, идет бы девчина, депутаты наши, или же это представители оппозиционных, как вы сказали, сил, которые не входят в областной совет. Я абсолютно не обращаю на это внимания. Все люди, которые проживают на территории нашей области, должны иметь возможность задать о своих проблем, и значит, она будет решена. Каким образом информация доходит через депутатов, через политические партии, через приемные, которые есть в областном совете в области администрации, в всех советах и администрации. Не важно. Важно, чтобы после этого была реакция, и чтобы проблема была решена. То, что оппозиционные силы заявляют, что после того, что, после поднятия ими проблем, власть их решает, как мне кажется, это самая лучшая оценка, которая может быть власти, которую наши оппозиционные силы, в принципе, и дают. Поэтому, что я могу сказать? Спасибо. Ясен Ильич, в дополнение к вопросу о детях. Как Вы считаете, сколько потребуется общественному движению родителей против наркотиков, чтобы довести эксперимент до конца по ликвидации наркомании в Николаевской области, и что нужно сделать этому движению, чтобы придать ему динамику? У нас нет руководителя, у нас есть активист. У нас нет руководителя, у нас есть активисты. У нас есть активисты, да. Я могу сказать, что я, например, касается здоровья, я даже не курю, да. Я провозглашаю здоровый образ жизни и делаю новое, как мне кажется, для того, чтобы наша молодежь выиграла спорт, а не что-то другое. Поэтому в данном вопросе могу сказать, как бы общественные деятели, я, общественные деятели, занимаюсь пропагандой здорового образа жизни. Если таких людей на уровне власти, на уровне конкретно каждого родителя будет больше, которые бы своим детям пропагандировали и давали пример, самое главное, давали пример здорового образа жизни, я думаю, проблема наркомании и наркотиков в нашей стране была бы решена. Я надеюсь на то, что мы сможем переломить эту ситуацию не только в сознании детей, взрослых, в сознании тех людей, которые уже попали в влияние наркотических средств, а и переломим в сознание наших родителей, которые должны подавать, еще раз повторяю, примеры нашим детям. Давайте с собой вопрос. Я сам уже, если видите, то вы встали реформы. Реформы у нас остались в революционный характер. Хотелось бы узнать две вещи. Первое, как разминала исполнительная и местная власть, функция между собой проведения реформы, какие реформы, какое участие в плане нужно принимать формы на местном самоуправлении. Это было не совещание, и второе, учитывая, что у нас очень распределена, у нас 30, 20, сколько поселений, то без современной компьютерной коммуникационной технологии эти реформы просто не решают. Как вашим царям на оснащение этих реформы подобными современными средствами и как возрастное самоуправление должны все реформы поддерживать и участвовать. Ну, что касается реформ, сегодняшний день вы видели, что пока они, скажем так, в регионы, в полномерии еще не пришли. Уверен, что в ближайшее время они начнут реализовываться. Вы знаете, что мы ожидаем в апреле месяца раку регионов, которые будут проходить на территории Николайского области. Данный вопрос был один из тех вопросов, которые мы будем обсуждать вместе с вопросом о продовольственном сетапарке. Каким образом влияют органы местного самоуправления? В первую очередь, тем, что контролируют действия администрации и администраторов. Я думаю, что мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Давайте пусть реализация реформ уже, скажем так, начнется в полной мере. Я возлагаю очень большие надежды на то, что у нас не просто мы, если говорим, об административной реформе, мы сократим количество чиновников. Я надеюсь, что мы сократим количество организаций, которые не помогают населению, подчеркиваю, и выполняют услуги населения. По-моему, только мешают. Наша главная задача сделать так, чтобы услуги, которые администрации должны давать населению, чтобы они были доступны. То, что касается компьютеризации, программного обеспечения, я вам скажу, что к этому надо идти, но надо идти правильно. У нас, скажем так, важно начинается из них депутатов, которые уходят в сельскую рату, районных рат, чтобы у нас обучение людей, знаниям, не просто компьютерам, а и тех программ, которые существуют, было. Потому что просто навязать программу, которой не сможет никто пользоваться, это не решение вопросов. К этому вопросу надо подходить комплексно. Мы, я думаю, его рассмотрим. Я знаю, что у вас есть предложения, обязательно они будут рассмотрены. И так или иначе, мы все равно к этому идем. и мы не можем не говорить о том, что у нас идет локализация мира, о том, что идет директоризация мира и так далее. Поэтому думаю, что буквально, наверное, в ближайшее время все предложения я буду рассматривать, буду не говорить.